Афиня купил на оптовом рынке партию ручек и предлагает покупать либо одну ручку за 5 рублей, либо три ручки за 10 рублей. От каждого покупателя Афиня получает одинаковую прибыль. Какая оптовая цена ручки? За сколько он их купил? Ну, вообще, понимаете, что любой торговец, он покупает по одной цене, а продает по другой, да? Потому что иначе торговлю была бы невозможна. Вся идея, по-своему, состоит в том, что бананы в Индии стоят дешево, а бананы в Магадане стоят дорого, да? И вот за то, что их привезли там, продали, торговцы получают свои деньги. Так вот, повторяю, Афиня, это продавец-разнос-кробейник, купил на оптовом рынке партию ручек и предлагает покупателям либо одну ручку за 5 рублей, либо три ручки за 10 рублей. От каждого покупателя он получает одинаковую прибыль. Какая оптовая цена ручки? 10 рублей. 10 рублей, тогда он разорился. Ну, 2 рубля и 50 копеек. Что 2 рубля и 50 копеек? 2 рубля и 50 копеек за 2 ручек. Он продаст 3 ручки за 10 рублей, они ему стоили 7 с половиной, да? А? Он получит прибыль 2 с половиной. Так, а как это, чтобы, знаете, надо было решать? Потому что одно дело, угадал ответ 2 с половиной, а каким способом эту задачу надо было решать? Понимаете? Нет, надо было просто взять и обозначить стоимость ручки на оптовом рынке. А, ну он же получается... И составить в сравнении. Он же получается каждому покупателю одинаковую прибыль. Именно. Это что означает? 5 минус x это 10 минус 3x. 3x перенести в ту часть, а 5 перенести в эту часть. Получается 3x минус x это 10 минус 5. 2x равно 5. x это... Посмотрим. 2,5,5,5. Отлично.